Пока я снимал свое небольшое, но интересное видео, я даже и не мог себе предположить, что небольшая рабочая поездка в Якутию, о которой меня предупреждали заранее, разрастется в целое путешествие. Владивосток, Сахалин, Хабаровск и далее, далее, по Дальнему Востоку. В Якутию, безусловно, я тоже попаду. И сейчас, именно по сериям роликов в ближайшие недели, вы сможете понять и увидеть, у кого же интереснее жизнь, у помощника депутата Государственной Думы или все же у обычного работяги-манипуляторщика, коим в одном лице я, конечно, и являюсь. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Итак, спасибо огромное, очень много народу подписалось, прямо лавинообразно, буквально за два дня по тысяче человек. Ну, я понимаю, что вы подписались из-за интереса к каналу и так далее и тому подобное, а есть такие люди, которые, ну, пишут свое мнение в негативе, что, типа, Олесь, у тебя там стало очень много разной шелухи, рекламы и так далее и тому подобное. Ну, что я могу сказать? Я работаю, занимаюсь своим любимым делом, грузоперевозками. Нет у меня сейчас, ну, как бы, такой возможности сделать контент поинтереснее, хотя вот седьмого числа уезжаю в Якутию с Сарданой Владимировной в рабочую поездку. Там будет, конечно, интересно. Сделаю между делом помощника депутата, сделаю вам интересный контент. Ну, и сегодня, сегодня, вот уже идет загрузка на мою, вот такими масштабными коронами, на мою машину. Едем с вами в Унечу. Давайте, поехали! Я в тепловозном депо. Вот эти штуки, получается, едут на ремонт. Их будут сейчас фрезеровать, менять там всякие истории, шлифовать, полировать. И они будут как новые. Ну, то есть, на реставрацию или на ремонт. Вот так. И еще меня ждут, по-моему, вот эти три. То есть, вот эти три я увожу в Унечу. И потом еще три меня ждут. Колесные пары считаются очень серьезным грузом, потому что эта вся история при столкновении или при сильном каком-то торможении может вперед покатиться. Считается довольно-таки опасным грузом. И поэтому, ну, как неохотно их люди возят. Ну, хотя возят, но неохотно. Но в чем прикол? У меня вот тут впереди стрела. То есть, если что-то, то эти колесные пары, они кабину не снесут, а становятся на стреле. Но все, все равно, я их пришиваю к кузову прям напрямую. Ну, вот, все закреплено в соответствии с ГОСТами. Вот, пришил к кузову вот эти штуки, чтобы не ходили, чтобы было безопаснее. Ну, и все. Можно выезжать. Вот, был бы я в Якутии, я бы, конечно, еще жестче бы перекрутил. Но тут, ну, в Якутии, знаете, какая дорога. А тут может так встретиться полицейский, да, только лежачий и все, больше ничего. Ладно, еду. А вот, ребята, мне с Зимника видео прислали. Это в 2024 году, это совсем недавно. Вот, в таких условиях они работают. И, вы знаете, я 40 лет, 43 года я прожил в Якутии, и я ездил всегда вот так, как они. То есть, это считаются такие вот рабочие моменты, когда ты вот так вот в 20-30 градусов вот в этой наледи раздеваешься, ползаешь под машиной. Или там, допустим, паяльными лампами отогреваешь. Это, ну, как бы все для меня это было как бы обыденно. И нормально. Но сейчас по вот этим дорогам Подмосковья и по дорогам Центральной России, конечно, я понимаю, что это небо и земля сравнивать не с чем. И я немножко чувствую, знаете, какую-то такую несовестно, что ли, перед ребятами, что я езжу кайфую, и они вот тут вот. Ну, вы, наверное, поймете. Ну, не знаю, как это выразиться даже. И там, и там, конечно, есть сложности и трудности. Естественно, все это непросто, но все же, конечно, ребята на севере, оттуда, откуда, в принципе, я, попадают покруче, чем. Но это, конечно, субъективно, потому что по центральным дорогам и скоростной режим другой, и аварии более такие масштабные, жесткие. Ну, конечно, вот с чем сравнивать. Все, я выезжаю из промзоны, тут был опасный участок, я застрял, практически час просидел, тут очень хороший человек на стареньком-стареньком УАЗике меня как бы сопроводил, толкнул, вытащил и назад и вперед меня вывез. Ну, видите, тут сугробы по колено, на промзоне, к сожалению, ничего не чистят. И что я хотел сказать, все, я выехал, еду спокойно уже, что я хотел сказать, что работа манипуляторщика всегда связана с долей какого-то авантюризма, риска и всяких разнообразных приключений. Нет ничего, как бы ни одной такой какой-нибудь там поездки, очень такой, ну, как бы рутинный, простой. То есть, может быть, у кого-то там на каком-то заводе или на каком-то предприятии есть рутинная работа манипуляторщиком. То есть, один и тот же элемент отвозишь, да и то отвозишь, наверное, скорее всего, на разные всякие предприятия и по разным местам. Но все же, если вы хотели бы стать манипуляторщиком, рискнуть и все-таки собраться и начать вот это все дело делать, надо очень хорошенько подумать над этим всем делом. Но, как бы, деньги, конечно, тут есть, деньги тут есть, но все же, но все же работа манипуляторщиком представляет собой выход из комфортной среды обитания. Так что вот так. Если вам надо это, то обязательно занимайтесь. Не надо, подумайте. Все, я пристегиваюсь и выезжаю на трассу. В центре Москвы идет какая-то стройка. Ну, я, это не центр Москвы, конечно. Где-то я еду. Ух ты, снег падает. Ничего. А, ну там все ограждено. Люди, как бы, это. Ну вот, смотрите, видите, крановые. Наверное, метро строят. Везде краны, 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 краны. Ага, да-да-да, предупреждают, что нельзя идти. И снег там валится. Кто-то просто сбрасывает снег. Да, вообще, Москва очень нарядная и интересная. Мы гуляли с супругой, и вот кадры оттуда. Смотрите, очень прикольно. Вот есть вот эта кнопочка маленькая, которую нажимаешь, и связываются с тобой товарищи всякие разнообразные. Еще его ставят на корабли, на все. Это ГЛОНАСС. А это вот его офис на набережной в Москве. Вот так. Здесь находится здание Ауросы. Вот тут, на набережной в Москве. Да, вот набережная сейчас все это все делаю. Сделаю, и напротив Газпромбанг. Вот так. Нет, конечно, это же юг. Должны улетать. Это юг. Очень красивый юг. А еще я был на съезде партии «Новые люди» в Москве. Очень торжественное и пышное мероприятие. Приехал туда очень много делегатов со всех городов и регионов России. Приятно было видеть много знакомых лиц. С республики Якутия тоже много знакомых приехало. Были журналисты, были звезды. С теми, кого не знал, познакомился, сфотографировался, обменялся контактами. А с теми, кого знал, мило поговорили, побеседовали и наметили встречи и некоторые проекты. В принципе, такие съезды бы почаще делать. Они сплочают очень людей. Но суть именно этого мероприятия была в выборе партии и кандидата в президенты Российской Федерации. Кандидата на выборы. И все единогласно проголосовали за Владислава Андреевича Даванкова. Вот он. Я с ним знаком лично. Постараюсь, если вам это интересно, взять у него интервью. И какие вопросы задать, пишите здесь. Вот прям тут, в комментариях. Я постараюсь задать. Ну, не впервой уже. Итак, вдалеке видно очень красивый российский флаг. И это Брянская область. Вот такой вот красивый вымпел и яркий. Так что, я на правильном пути. Киев. 500 километров всего-навсего отсюда. Ну и дальше, дальше. Тут, кстати, очень много вывесок. Говорит о том, что Киев рядом. Ну, вот и все. Шесть часов в дороге. Заверещал уже этот самый тахограф, что мне пора спать. И действительно, мне пора спать. Я буду спать здесь. И вот это еще один, как бы, еще один, можно так сказать, минус в работе. Что спать надо на рабочем месте. Ну, хотя, как кому. Если, допустим, у тебя фрэншлайнер или что-нибудь там такое комфортабельное, то, конечно, круто. Ну, а если хина, пятисотка, ну, в принципе, тоже хорошо, если постелить не штатный, а матрас помягче. Ну, все, спокойной ночи, а завтра выгрузка. Завтра выгрузка, потом уже нашел груз загрузка и домой. Тот груз, который нашел, тоже под сюрпризом. Семь тонн, но непонятно что. Ну, мне кажется, что-то интересное будет. Я проснулся. К сожалению, после того, как протер глаза, забыл, что снимаю. И вот я в Вунече. Маленький городочек. И на самой табличке нарисован паровозик. Говорит красноречиво о том, что тут что-то делают с составами, с вагонами и так далее и тому подобное. Сейчас подъеду к предприятию. Вот встречают уже всякие разнообразные ржавые конструкции. Здесь, видите, какой шикарный паровозик стоит. И здесь не поворачивать. Вот так, между путями. Локомотивное депо у Неча. Вот мне туда. На этом КПП я проторчал 2 часа. Это выгрузка. Еще не выгрузили. Значит, это еще плюс, наверное, где-то в среднем час. Но и на загрузке я проторчал 4 часа. Все из-за бумажек. Бюрократия. Вот так. Еду, выгружаюсь, а потом опять загружаюсь. Итак, за этими воротами стоит моя машина. Вон она. Ее сейчас разгружать начнут. И небольшая экскурсия. Это моечная машина. Здесь вот колесо отмывают. Тут съемка видео запрещена. И вот таким образом очень большой вот этот вот кран разгружает мою машину. Перебор на огромный. Круто. И так 3 раза. Ну ничего, платформа нормально так сыграла. Груз не сдвинулся, все в порядке. Так что вот так и надо возить. Прямо напрямую к кузову пришивать. Итак. Еду где-то от Брянска, вот недалеко. И попадаются вот такие... Это кто у нас? Это какие-то... Огромные быки. Не ангусы. И таких вот, ну как бы, предприятий. Вот с такими стадами. Вообще очень много. И по левую, и по правую сторону. Это от Брянска 130 километров. Видите, много-много-много. По этой стороне, по этой стороне. Вот такие попадаются. Много коров. А может это не коровы? Отвечайте. Следующая загрузочка у меня здесь. Чем меня ждет, я не знаю пока. Какой-то интересный груз. 7 тонн. Куда ни заедет, везде стратегические объекты. Везде какие-то, блин. Жесткие балки. Все тяжелое. Все непонятное такое-то. Ладно. Сейчас кузов надо очистить. Приготовить. По другому грузу. Прикольная штука. Жестко прикольная штука. Спецаппарат. Это стойки под башенной экраны. Бетонируется вот так, заливается, скрепится. И сюда на пальце башенный кран. А ну-ка, что там на Роскосмосе было? Блин, очень интересно. А вот эти штуки как называются? Это тоже все стойки. Вот это носы. И тоже под башенной экраны, да? Да. Да. Это на Роскосмосе? Ага. А, вот кран собирается, да? Смотри, высотой какой. Ё-па. Да, и вот эти вот опоры стоят. Вот это растяжки. Вот это вот они, да? Нет, это другие. Это еще дополнение мы делаем вот они. Растяжки. А там уже за литр стоят вот эти. Ага, понял, понял. Под башенный кран. Круп целиком. Нормальный такой кран. Опять я, получается, с манипулятором не работал. Просто приехали, загрузили и я их увез. Все, я загрузился. По полной. Ну, еще тонна в запасе, конечно. Ну, все, я выезжаю. Одно такое интересное замечание. Если колесные пары я вез как бы напрямую, без посредников, то здесь программа АТ через посредников. В два раза дешевле. Почти в три. Неприятно, конечно, что, ну, диспетчера столько берут себе. Сидя в теплых помещениях, как бы, несмотря на амортизацию машины и так далее, и тому подобное. Неприятно. Но, что делать? Друзья, до скорых встреч. Увидимся. Если хотите быть манипуляторщиками вперед, с песней, очень интересно, очень выгодно. И, в принципе, можно прокормить семью. До свидания. Никогда не болейте. До скорых встреч. Увидимся. Да, еду на выгрузку. Всем пока. Прикольный этот. Это пульт управляется вот этим вот краном. Огромным. Да, классная выгрузка. Прикольный кран. Такую быстрилу себе. Снег, снег. Кругом снег. Белая трасса, снег. За горизонтом сидит просвет. Но это снова снег. Трасса с подъема срывается вниз. Ты уж тут в оба гляди. Слева навис опасный карниз. Из снега песчаной наледи. Черные шины на белом снегу. Не в город везут в тайгу. Портреты жены и любимого сына В дороге тебя сберегут. Но жизнь шоферская. Но жизнь шоферская ни сахар, ни мед. Не расслабляйся тут. Кто север не нюхал, тебя не поймет. Здесь нервы сплетаются, жгут. Мотают по трассе, как серые волки. И дух приключений их тянет вперед. Положат вставные зубы на полку. Коль кто-то до них доживет, кто прожил полвека, А кто-то лишь миг, здесь зимник людей не щадит. Видишь, знакомый водила-калека, ему сорок пять, он старик. Север ломает людей словно ветки, но этих не сломишь ты вмиг. Вот только нечестно, один лишь сидеет, а ровнее ему старик. Если на трассе лопнул внутряк, ты, брат, пощады не жди. Север зимой это полный мрак, за Паску достань и жги. Грей ключ баллонный ты на огне, и не сиди, как куль. Пальцы держи, ты всегда в тепле, тебе ведь крутить жизнь и руль. Ты на одном колесе дотянешь, груз ведь нельзя бросать. Сожженный баллон дорогу подскажет, чтоб другу тебя догнать. Этот закон жизнью-смертью написанный в строчках не прописать. Кожа в лохмотье, кости наружу, а друга надо спасать. Каждый шофер на далеком севере, друг тебе, даже брат. Дружба шоферская делом проверена, никто не свернет назад. Держитесь, братья, мы любим вас, пропавших соляркой друзей. Вас дети и жены с тревогой ждут, домой возвращайтесь скорей. Вас дети и жены с тревогой ждут, домой возвращайтесь скорей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова